так что я решила что выложу все свои наработанные практики методики в общий доступ пусть будет на благо людей потому что мне все равно некогда с ними заниматься конечно и понятно что я уже много практиковалась и для меня сразу все ясно и понятно человеку иногда непонятно и конечно когда я например помогаю на то быстрее человек соображает что что и как самому труднее человеку работать особенностью никак не связан с психологией вот а со мной как бы раз раз все четко четко то есть я прям даже знаю могу как экстрасенс прочитать все детство у человека кто как что было и вплоть до того когда какие события произошли и конечно же и как было у родителей и как было например отца какой был отец какая мать как у нее скорее всего было в какой она ситуация была то есть иногда допустим человек не понимает он не видит до что его мать страдала он думает мать жила хорошо с мужем всю жизнь и все классно мать отец жили прекрасная хорошая семья а потом выясняется да папа описанию мамы там что-то я говорю но так она была вот так то так то так то там несчастна это это не чувствовала там любви занималась этим и потом да да действительно она хотела бы чем-то заниматься вот этим да а ей допустим не там много детей и муж не дал и еще что-то такое от как вы догадались ну как я догадалась все и так понятно и вот ясно что человек который этим не занимается как я он вряд ли может вот так прочитать да даже некоторые психологи иногда такую ересь несут вот поэтому не в точку пытаются это экстрасенсорить как я говорю и попадают не в точку вот а здесь же как вот менталист фильме это именно когда человек умеет причинно-следственные связи соединять и у у него острый ум и он четко знает воспринимает то есть ему нужно достаточно каких-то небольших признаков для того чтобы знать как почему что я чего пошло и это умеет не каждый и это экспертные такие знания конечно человек может всю жизнь жить и думать что у него мама никогда не страдала как сыр в масле купалась и такая вот холодная жестокая и почему там вообще а потом раз раз выясняется что вообще неизвестно как она не послала все кедрине фене и не убежала оставив все все и всех а дальше на себе как лошадь например все тянуло и человек сразу ой ба точно ну надо же действительно все так просто он начинает видеть как мне один человек сказал я не знал свою мать в карму пока вот не поговорил со мной он думал что все совсем по-другому что он представлял вот эту иллюзию родители ясно дело раньше особенно никогда не ставили в курс дела детей там своих отношений казалось что у них все гладко сладко она почему тогда вот они так относятся к детям да и такое тяжелое детство создает и как бы уже выросшие дети никогда не задумываются что каково было маме или каково было алкоголику отцу в семье или каково что вообще об этом не идет речи так вот я как бы когда занимаюсь человеками сразу все вижу вижу какой он что делали родители как кого им было какие они как все и поэтому со мной конечно очень можно быстро четко все проработать молниеносно но я понимаю что я выкладываюсь очень и я потом чувствую себя использованы потому что это неприятное ощущение так быть не должно и она из-за того что я сделала работы гораздо больше чем я за это получила особенно когда я помогала за донаты или бесплатно там кому-то я прямо чувствовала как люди вот выгрызаются в меня и пытаются высосать по полной максимально пока я не передумала воспользоваться всем что я делаю и это конечно и тяжело и неприятно и от этих людей невозможно ждать какой-то обратной связи типа там похвалы восхищение или еще что-то вот я не скажу что это надо мне да но это нормальная просто вещь вот поэтому но и этого тоже недостаточно должно быть что-то что компенсирует затрату твоих ресурсов либо приличный денежный как бы что-то денежная сумма приличная денежная которая компенсирует твои затраты сложности и которая оценит твой труд результат труда потому что сейчас очень сложно найти результаты очень много людей работает но результатов ноль очень много придумывают каких-то там методов где люди поплакали там еще что-то такое а ничего не изменилось как были обиды так и остались как все было так и осталось вот а мои как бы методы и как я работаю с людьми она работает и сразу и буквально с первого раза поэтому после нескольких раз люди пока что попадаются те потому что я пока не устанавливала так скажем там цену не делала реклам никаких ничего поэтому огромного потока нет и есть как бы нормальные люди но есть люди которые которые вот как бы терапевтические с точки зрения они до обыкновенные люди желающие себе помочь но всегда именно когда человек не готов заплатить эти люди не просто так вот не готова заплатить они обладают определенными свойствами эти свойства не оценить чужой труд и по максимально относиться неуважительно использовать раз это типа бесплатно значит можно как сказать без уважения относиться а типа нагло еще требовать чего-то там или там ну то есть такие люди они с меньшим пиететом относятся до к тебе потому что раз ты бесплатно это ничего не стоит так и можно в общем как угодно тебя хоть там не знаю ночью набрать хоть там еще что-то ну-ка давай ко мне помогай странные дела на вот либо те которые за донаты они там получили свое быстро там за два занятия там человек все понял и такого круто круто и и раз из и как бы слился я понимаю почему потому что нечем платить тоже они человеку неудобно как бы не платить и и второе или третье потому что все сработало то есть поменялось мир ощущения понимая воспоминания и поменялась ситуация возникли возможности стали видны возможности человек стал делать другие действия чувства себя по-другому поэтому ему больше будет как и не надо а вот и это тоже не очень приятно поэтому я либо уж буду делать так чтобы мне было приятно и полностью выкладываться но за большие деньги либо просто в общем доступе пусть каждый сам себе помогает как бы я все в подробности рассказала и здесь уже дело за каждым я вот сама себе всегда помогала и все психологи которым я ходил и я уже рассказывала они оказались вообще хуже чем бабки на лавке поэтому вот я поняла что поскольку чем не сидеть и скрывать свои методы если они могут помочь большому количеству людей если у меня не получается их продать пусть берут бесплатно тогда тогда как бы мир все равно мне вернет за это ну значит чем-то другим и может быть просто из другого места в плане не чем-то другим дав может чем-то другим до чем угодно вообще просто возврат когда ты щедр да и отдаешь да и отдаешь он все равно будет вот но будет от других каких-то людей от мира в целом какие-то возможности ситуации что-то другое вот поэтому я не буду ждать тогда напрямую благодарности за свои щедроты да буду как бы ждать это от мира вот и все такая вот позиция поэтому я решила подробно рассказывать что и как ну вот это наверное основное что можно начать и делать и мне кажется даже не надо ждать год буквально какие-то месяцы и жизнь изменится вот а если прорабатывать вот ну со мной то у меня кажется прям пару сессии уже изменится потому что там очень концентрированно плотно все идет и человек реально меняется то есть бывали такие ситуации человек горит я себя веню вот в этом игра представьте что вот эта ситуация если бы не так не произошла то было вот это и вообще вот так вот и могло быть ну то есть я там говорю как вижу чек такой я никогда не смотрел на эту ситуацию с этой стороны ведь правда и точно и все и у него снялось уже сразу чувство вины и разочарование и там самобичевание и все и он закрыл этот гештальт освободился за какие-то считанные минуты или например обиду также прорабатывали когда там человек говорит я вот не могу живу через обиду там за измену там еще что-то и начинаешь в общем прорабатывать смотреть а ты а что это человек а это и потом в итоге выясняется откуда да ладно надо же оказывается все так и как бы и уже не он обижается а думаю что ну человек как бы мог и хуже поступить да в данной ситуации то есть умеет взглянуть по другим углом ну то есть я умею человека заставить посмотреть на все по-другому и человек сразу раз и успокаивается и говорит я как бы да помню об этом но я уже не чувствую никакой боли ущербности униженности связи с этим это просто чудо какое-то и это чудо происходит буквально вот за какие-то минуты там 5 10 15 минут и все то есть какие-то вот программы прямо исцеляются на глазах и не надо там пять лет ходить и я считаю что это заслуживает большого внимания вообще здорово если бы это в принципе стало повсеместно у всех как определенный инструмент но это сделать это надо очень много вкладываться в рекламу чтобы стать известным и эти инструменты продвинуть остальные эти инструменты держат в тайне и продают естественно а бесплатно как бы ради единичных людей их исцелять их жизни и класть свою жизнь на это я тоже не хочу мне это тоже не интересно поэтому только если за достойное вознаграждение которое меня порадует конечно тогда да а так не вижу смыслом так перенапрягаться лучше буду работать с собой потому что я уже очень много проработала это действительно классно это меняет жизнь полностью но я хочу прям дальше 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 а потом я думаю мне будет даже не особо интересно в психологии возиться и вот эти все вещи делать я уже пойду дальше в духовное вообще в духовное тоже так просто не пойти если есть куча психотравм страхов так просто не переключиться на духовное вот но только вот в безмыслие но мы все равно не можем всегда в безмыслие быть поэтому так что вот такие дела всех люблю всем пока на связи